Мурбулот, ну и почетный, все-таки достал Салиеву Бордыру. Кандидат мастера спорта по кип-буксингу, команда Мангуст, Узбекистан, Самарканд, тренер Тугаузбеев Мазурс, Ричар, Ахадов, Ганишер. Батцы в середину. Пятая пара этого выпуска. Вновь кыргызско-узбекское противостояние Адатанов-Эляман против Ахадова-Ганишера. И действительно будет интересно понаблюдать, как здесь, потому что все-таки Адатанов-Эляман, наверное, не является фаворитом в этом противостоянии. Узбекский боец довольно-таки серьезный. У Елямана предыдущие бои складывались с переменным успехом. Четыре победы и два поражения, несмотря на то, что в принципе может считать себя опытным бойцом, но уровень тех боев был не самый высокий. Ну и вот, собственно, поэтому турнир Верселекшн, попытка отобраться в профайт. И для этого нужно повернуть своего оппонента из Узбекистана, Ганишера Ахмадова. Неплохая атака. Да, мы видим, что скользят бойцы. И из-за этого проливного дождя в Ахжар сегодня не самая лучшая атмосфера и повечерело. Но, тем не менее, как же хороши зрители. Абсолютно никто не ушел. Полные трибуны вокруг октагона. И толпа неистово поддерживает наших. Отличный выпад. Сейчас сначала проверил джебом, затем отработал двоечкой. Но доминация за Ильяманом. Тем не менее, есть ощущение, что Ганишер контролирует ситуацию. Солидно смотрится Ахматов. Вот на все эти замахи Ильяману не нужно так остро реагировать. Скорее такая проверочка. И понял это Ахматов пытается пугать оппонента. И довольно скользко сейчас в октагоне. Несмотря на то, что после каждого боя выходят специальные линии, чтобы протереть это все. Но, конечно, воду не остановишь. Вода камень точит, как говорится. Тем более, здесь накрыли, скажем, не самым лучшим щитом. Две минуты первого раунда прошли. И пока без особых активностей у него здесь подскользнулся Ильяман. Правда, не сумел Ганишер на это вовремя отреагировать. Сейчас возле своих секундантов находится. И выслушивает ценные указания. Захватил Ильямана за голову. Но такая патовая ситуация. И рефери решил развести оппонента. И уже во втором выпуске, наверное, самое долгое противостояние на данный момент. Хотя нет, мы в первом бою видели чуть больше четырех минут понадобилось Нуркамилю. А, точнее, во втором бою Марат Пеку Жараеву. А что тут? Опять скользят ноги у бойцов. И неудобно в некотором смысле. Но, как говорится, любишь кататься, любишь саночки возить. Нужно в любой ситуации делать, работать по максимуму. В любом случае, оба бойца в равных условиях. И здесь не сказать, что у кого-то есть преимущество. Вновь разводит рефери. Бойцов. Между тем время идет. Нишер представитель клуба Мангуст. Очередной узбекский боец. Сегодня многие из них потерпели поражение. Но вот именно Ахмадов смотрится гораздо увереннее сейчас Селямана. Не знаю, с чем это связано. Но мы видим, что от него исходит именно такая доминирующая позиция. Хотя, конечно, как и у Ниндиста ему сегодня особо не приступал. Здесь неплохо можно исполнить. Пошел в атаку Ильяман. Ну вот и подоспел ответ. Как будто бы на льду сейчас находятся бойцы. И обоим тяжело. Особенно, если подходить к краю октагона, где накапало дождичком. И бойцы, конечно, не имеют возможности сейчас как-то протереть ноги в середине раунда. Ну и благо, первый раунд практически подошел к своему завершению. Отстукивает 10 секунд последний. И бой будет остановлен. Остановлен. Последнюю атаку пошел Ильяман. Но здесь заканчивается время. Первый раунд не выявил победителя. Ну и откровенно так не скажешь, за кем была инициатива. Ильяман, смотря на то, что старался работать вторым номером, больше отходил. Но, тем не менее, самые острые атаки, если их можно так назвать, исходили от него. Вот мы видим на повторе. А вот здесь, конечно, это была техническая ошибка. Подскользнулся. Напомню, друзья, еще раз. Это турнир ВЕВ Селекшн под номером 14. Очередной бой этого вечера. В данном выпуске пятое противостояние. Вообще, в целом, уже 13 пар вышли на ринг. Сейчас это Датанов Ильяман. Против Ганишера Ахмадова. Черное турбиско-узбекское противостояние. И после первого раунда бойцы, победители не выявили. Небольшая пауза. За бойцом мы видим скопившихся болельщиков. Сегодня их в Ахжаре действительно собралось очень много. Я уверен, все любители единоборств не только в самом селе Ахжар, но и в соседних селах и даже в соседних районах, я думаю, очень много людей приехало, чтобы за этим понаблюдать. И мы видим, несмотря на большие погодные проблемы, проблемы с погодными условиями, зрители не расходятся. И это радует. Вообще, на турнирах селекшн от организации ВЕВ всегда своеобразная и очень такая ламповая, я бы даже сказал, атмосфера уютная. И большой праздник всегда организаторы приносят в те города и в те поселки, где это, собственно, дело происходит. Очень полюбились смешанные единоборства на территории всего Кыргызстана, да и не только. Сейчас спорт, который набирает громадную популярность по всему миру. Например, глобальные организации, такие как UFC, раз за разом подписывают очередные телевизионные контракты с суммами до 9 нулей. Поэтому удивляться не приходится. В скором времени, мне кажется, именно с точки зрения зрелищности, MMA обойдет бокс, ну, с точки зрения смотрибельности именно и телеаудитории. Пока, конечно, цифры не сопоставимы именно в плане денег, но все к тому идет. Ну, это я к чему. Второй раунд противостояния Ильямана против Ганишера Ахмадова и без особых событий. Оба бойца пока просто разглядывают друг друга. Ну, и повторяется та же самая история, что была в первом раунде. Ганишер как будто бы нападает, но при этом совсем не нападает. Ильяман как будто бы убегает, но при этом тоже не встречает своего оппонента. Самое вялое противостояние второго выпуска турнира Селекшн 14 из села Ахжар. А вот неплохой джеб, ну, хоть что-то. И попытка атаковать, тейк даун, неплохо. Ну, и что, сумел ли Ильяман взять оппонента за конечность? Нет. Разменялись головами, если можно так выразиться. Оба держат друг друга за шею. В более-менее неплохой позиции, казалось бы, Датанов, но борьбу сейчас нужно раскрутить. Ну, уже более полуминуты в такой ситуации находятся бойцы. И кажется, она патовая, хотя мы видим, что Ганишер так и сумел даже ногами захватить руку оппонент. Но в итоге рефери подходят, разводят бойцов. Очень много сил затратили на всю эту толкотню. Мы видим, что Ильяман тоже невероятно устал. Ганишер выглядит чуточку посвежее. Тем не менее, драться нужно дальше. Во втором раунде работать еще как минимум полторы минуты, даже чуточку побольше. И Ляману нужно куда более активнее действовать. Видно, что Ганишер неплох в стойке. Своими джебами встречает. Ну вот, пошел на характере, пошел Ильяман. Но опять неплохо от защищался Ахмадов. Хорошим защитам гарды находится. В такой ситуации, наверное, провести удушающий не получится. Да, и рефери соглашается с болельщиками. Вновь поднимают бойцов в стойку. Нельзя отдыхать, нужно дать предупреждение. Рефери, он пошел в свой угол. Отдышаться Ильяман довольно странно. Но видно, что физически Датанов не выдерживает. Два раунда наверняка у него была... Ситуация... Ой-ой-ой, пропускает боковой. И что? Внезапно отстучали 10 секунд и закончили раунд. Довольно странно. Очень-очень странно, друзья. Как вы видели, счетчик идет. И мне кажется, вот здесь вот не все чисто было. Видели мы усталости на лице Ильямана Датанова. Давайте будем справедливы, да? Если бы еще полминуты раунд продолжался, как у нас, собственно, по счетчику, по времени. Но может быть, это просто техническая ошибка. Не будем искать теорию заговора. Всякое бывает. В любом случае, второй раунд был обоюдо скучным. И ждали мы от нашего бойца куда больше активности. Но к концу раунда он даже немножечко подустал. Все решится в раунде третьем. И клетка все решит, как очень любят зачастую повторять бойцы. Посмотрим. Ну вот самый яркий эпизод второго раунда от Ильямана. Пошел в захват и исполнил тейтдаун. Уложил оппонента на настил. Еще один ракурс. Неплохо, неплохо, но не продолжилась эта атака в том же ключе. Бойцы должны уже выйти в октагон, но немножечко задерживать ситуацию. Интересно, кто? На ваших экранах Руслан Кадырмышев, президент федерации ВЕФ. Человек, который сделал большой вклад в развитие этого вида спорта. Только у нас в Кыргызстане, но, наверное, на постсоветском пространстве. Помню, у вас сама организация является. Международная есть у них представительство. И в Казахстане, и в Узбекистане, и в других странах СНГ, и даже в Бразилии. В смысле верить Википедии. Ну, связи налажены, как вы понимаете. Вообще, все более и более промоушены работают между собой. Пытаются коннектиться, меняться бойцами. И это все идет на пользу. И зрелищности, и всему остальному. Мы, конечно, глобальные игроки, такие как UFC, и Беллатор. У них, как бы, своя лига. Но вот те, кто в своем регионе неплохие, в Трамашилоне, они неплохо сотрудничают. Шикарный бросок за спину. Вот он, Елеман. Отдохнул и показывает себя, как отличного грэпплера. Настроился на третий раунд. И после такого падения Ахмадов, наверное, чуточку ошеломлен должен быть. Вмешался судья. Нельзя держать за экипировку оппонента. Ну и опять апеллирует судья, чтобы подняли бойцов в стойку. Просит покинуть остальных людей из синего угла. По правилам. Вев максимум 2 секунданта может находиться в углу. И отдавать подсказки. Несколько раз подобные правила игнорировались. И Тайрату Усенову приходится просить. И даже требовать от представителей команд, чтобы... Ребята этим правилам следовали. Две минуты практически прошли во втором раунде. Ну и справедливости ради стоит отметить, что Ильяман смотрится убедительно. Именно в этом раунде исполнил хороший бросок. И в принципе старается атаковать, старается навязать борьбу. И не всегда это удается, но Ахмадов тоже не шибко активен. И несмотря на то, что смотрится солидно, а вот в целом-то в целом не выглядит как-то убедительно. Очередная атака от Датанова. Проход в ноги, но попадается он в захват. Конечно, Ахмадова и продолжение атаки зачастую не следует. Практически весь бой проходит в таком ключе. Ну и можно с уверенностью сказать, что это самое вязкое противостояние того вечера. И возможно мы даже увидим судейское решение. В этом выпуске такого еще не было. Все бои заканчивались досрочно. Довольно интересный эпизод. Рефери буквально толкнул центр ринга бойца. Вот это отчужденный выглядитель Аман. Но видно, что очень устал. И сейчас буквально на характере держится. По Ланишеру Ахмадову не скажет, что он как-то сильно физически просел, но не хватает ему духа, что ли, чтобы идти в атаку. А вот здесь странно. Опять за 40 секунд до окончания секундомера бой останавливается. Если кто-то из представителей ВЕВ сейчас смотрит, прошу вас как-то с этим делом на турнирах selection разбираться. Пускай люди ответственно относятся к таймбанку. Потому что сокращать бой дважды сначала на полминуты, затем на 40 секунд довольно странно. Насколько я знаю, отчет идет с того момента, как рейпери дает отмашку. Но по графике мы это все видели. Ну, случилось как случилось. Спишем это на расхлябанность. Тем более, что в других боях такого не наблюдалось. Хотя это первый бой сегодня, который прошел все три раунда. Интересно будет, какой судейский вербит. Честно скажу, сложно лично мне вынести решение. Но, наверное, все-таки Датанов смотрелся по-зрелищнее. Ахмадов Ганишет выглядит в октагоне неплохо, но... Просто выглядит и все. Он практически никак не заявил о себе. Да, были небольшие выпады, попытка сделать двойку. Но никакой конкретной атаки с его стороны не было. И, собственно, бой закончился так, как он закончился. Ждем решения боковых судей. Боковые судьи. Словидимость ради, хочется сказать, что вечер в целом удается. И турнир следствием 14 выходит на плаву. Боковые судьи. 13-е противостояние в целом, если я не ошибаюсь. Но давайте сначала слышим вердикт. Там я продолжу свою встречу. Об этом бою со счетом 2-1 победу одержал Датанов Элянда. Ну и довольно ожидаемо в целом, да.